Тележурнал «Армейский магазин» И еще, товарищи бойцы, современной армии без знаний никак, потому как знание – это сила! Товарищ прапорщик, а нас в школе учили, что сила – это масса, умноженная на ускорение. Интересно, это что же выходит, если солдату придать хорошее ускорение, то он со страшной силой начнет приобретать знания? Сейчас проверим. Рядовой Балалайкин ко мне. Значит так, сейчас 10 кругов с хорошим ускорением вокруг плаца. Бегом отстать, бегом марш! Вернется Эйнштейн! Армейский магазин. Лучшее начало дня. Привет, друзья! В эфире «Армейский магазин». И мы его ведущие Александр Ильин. И Таня Герасимова. Сегодня мы находимся в Туле, в городе русских оружейных Эйнштейнов. А, Саша, а я не понимаю, почему нету стука? А почему, Таня, здесь, собственно, кто-то должен стучать? Ну, ты же сказала, что мы едем в кузницу оружейных кадров, а кузницы без стука все равно, что Windows без глюка не бывает. Ну, это я образно выразился. Хотя именно с кузниц в этих местах началось оружейное производство. Еще в 1595 году царь Федор Иоаннович освободил местных самопальных кузнецов от податей и повинностей и заставил их производить казенное оружие. Поняла. А теперь здесь, в Тульском государственном университете, куются кадры научные. А вот куда они потом пропадают, мы сегодня и узнаем. Бах одна, бах другая. Кузница кадров. А то завтра будет ковать оборону. В России такого не было никогда. Ничего себе. Я так ждала тебя, Боба. Чему научился Владимир Крестовский на секретном полигоне? Ну, чтобы искать клады, подойдет такая штука? Недаром помнит вся Россия. В чем секрет актуальности Лермонтова 200 лет спустя? Традиции русского офицерства – это одно, они, может быть, из самых благородных. Сапожник без сапог. Куда пропало пульское оружие? Ну почему в Туле не развит стрелковый порт? Отечественного оружия хорошего, пневматического нет. Ученые в коммуляже. Кто и как может попасть в научную роту? Конкурс был довольно сложный. Для того, чтобы попасть сюда, мне пришлось написать письмо министру обороны. Армейский магазин всегда там, где праздник. Учись с удовольствием. А это Тульский государственный музей оружия, который находится в Тульском же Кремле. И оружие здесь представлено целых 7,5 тысяч экспонатов. Самые ранние, из которых относятся аж к 16 веку. Ты представляешь? Таня, смотри, у меня в руках оружие победы. Легендарный ПТ. Пистолет Тульский Токарев калибра 7,62 мм. Личное оружие офицеров Красной Армии, с которым они прошли всю Великую Отечественную. Знаешь ли ты, Саша, что известные тульские самовары тоже обязаны своим появлением тульским оружейникам? Вот уж никогда бы не подумал, что можно воевать с помощью самоваров. Воевать может и нельзя, а завоевывать легко. Ведь эти самовары завоевали многочисленные награды на всемирных выставках от Парижа до Филадельфии. Так что же, получается, что наши самовары весь мир завоевали? Отличная новость. Настоящий фурор на выставке средств безопасности Интерполитех произвела девушка Юля. Сразу все хотели с ней познакомиться. Девушка немножко застенчивая и отвечает не сразу, поскольку мы с ней только-только познакомились. Здравствуйте, меня зовут Юлия. У меня необычная профессия. Я автономный робот для работы с посетителями. Но пообщаться с Юлей довелось немногих. Отважные парни из спецслужб участвовали в закрытом показе секретных инноваций на полигоне. Сейчас в основном идет перевернувшение на новые образцы и стрелкового оружия. Поступает новая автомобильная техника. Огромное внимание выделяется защите личного состава. Многие из новинок, представленных на выставке, уже в скором времени поступят в войска. Ежегодный турнир по стрельбе из пневматического оружия в день памяти легендарного оружейника Василия Петровича Грязева станет всероссийским. В Туле всегда было много конструкторов. И меня и многих моих коллег мучила идея. Ну почему в Туле не разве стрелковый спорт? В этом году в турнире приняли участие 32 команды, которые представляли студенты Тульского университета, сотрудники оборонных предприятий и ветераны стрелкового спорта. Если мы поступали уже на такую специальность, мне кажется, мы знали, на что мы пришли. Следовательно, надо полностью отдаваться вот как раз этим неувлечением, я бы сказала, смыслом жизни. Благодаря тульскому оружию советские спортсмены на различных соревнованиях завоевали 136 золотых, 112 серебряных и 83 бронзовых медалей. На Московской Олимпиаде в 1980 году с оружием марки МЦ победителем стал датчанин Ханс Расмуссен. Мы прекратили изготовлять спортивные винтовки. И, насколько я информировал, и в Ижевске тоже с этим проблемой. Поскольку наши спортсмены всегда в десятку лучших входили. Иностранные фирмы их используют для рекламирования своих изделий. Сейчас именно, к сожалению, отечественного оружия хорошего, пневматического нет. Вот эти соревнования направлены на то, чтобы наша промышленность, конструкции бюро спортивного оружия разрабатывали хорошие пневматические винтовки. По итогам этих соревнований первое место заняли сотрудники предприятия «Еврохим». Серебро у команды «Сплава», а бронза осталась за Институтом высокоточных систем имени Грязева. С 4 по 7 ноября в Ярославле пройдет второй форум «Будущие интеллектуальные лидеры России». В этом году свои изобретения, проекты и идеи представят школьники из всех 85 регионов России, а также из Украины. Специально для этого организаторы построили в Ледовом дворце маленькую страну со своими научными лабораториями и даже собственным пресс-центром. У ребят будет возможность познакомиться с представителями крупнейших вузов страны и пообщаться с ведущими учеными, в том числе из Курчаторского института. Наши дети могут увидеть, как надо хорошо учиться в школе и можно уже в школе заниматься наукой. И самое главное, есть корпорации, которые предоставят места именно для дальнейшей научной работы. В Пятигорске был дан офицерский бал в честь 200-летия со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. В залах исторического здания ресторации, которые описаны в романе «Герои нашего времени», собрались офицеры Министерства обороны, лермонтоведы и известные артисты. Традиции русского офицерства, они, может быть, из самых благородных и необходимых сейчас в наше время традиций, которые просто, если будут возобновляться, я буду этому очень и очень рада. Среди организаторов бал в общественный совет при Министерстве обороны и Ассоциация офицеров запаса вооруженных сил. Традиционно мы будем делать ежегодные офицерские балы, которые когда-то именно в этих местах организовал сам Лермонтов. Да, были люди в наше время. Не то что... не память сказал. Земля тряслась, как наши груди. Не волнуйся. Нормально, я вам скажу. Тряслась земля, как наши груди. Слились протяжным... Изведал враг в тот день немало. Что значит, русский бой удалый. Наш рукопашный бой. Земля тряслась, как наши груди. Смешались в кучу кони, люди. Салфы. Тысяча орудий. Слились протяжные войны. Да, были люди в наше время. Не то что нынешнее племя. Богатыри не вы. Плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля. Как же даб на то, не божья воля, не отдали бы Москвы. Ах, Россия, моя додна! Ты для нас, для всех одна! Не дадь я без розни, были с лапами и сольными. Ух! Ух! Рано у нас на горе засвистели раки. Что-то умное сказала, наконец-то, псаки. Ух! Ух! Говоря о планах НАТО, не могу, друзья, без мата. Я сказал бы, но пардон. Маг в России запрещен. Эх! Ух! Извините, друзья, за вокал. Привет, ребята. Здравствуйте. Я смотрю, студенты в Туле народ веселый. Что, сбежали со скучной лекцией? Нет! Субтитры с крестьянами лекции нет! Может быть, где-то учебу проходит скучно и нудно, но только не у нас в армии. А как она проходит у нас в армии, мы сейчас увидим вместе с Владимиром Крестовским. Доброе утро! Доброе! Вот такая базва, прикинь, бывает не до смеха. В общем, было трудно без тебя, Вова. Хорошо, что приехал. Здесь сейчас учатся люди. Я понял, что это не боевая операция по наведению моста. Да, кстати, а люди, смотри, вот там вот все они стоят на смотровой площадке. Это... Ученики. Показные занятия проводятся для слушателей Академии, военных институтов. Значит, цель этих занятий продемонстрирует практический показ в действии инженерных боеприпасов и последствий, которые бывают при неправильном обращении со здравоопасными предметами, инженерными боеприпасами. Вот на берегу ты в перелье, 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 я так стала для него. Она вытягивает кабель, кабель падает, и сейчас он взорвется и проложит такую полосу, ну как бы... По которой можно сказать. ...взрывной волной, да, очистит от мин. Она на самом деле очень хорошо взрывается. Снимай. Что это? Кто дал приказ стрелять? Значит, кто-то дал. Патроны экономим! Расскажи нам с Володей, что такое коршунь, потому что я знаю, что это птица. Миноискатель реагирует на металлические предметы, а также на полупроводники. Чтобы искать клады, подойдет такая штука? Никак нет. Расскажи чуть поподробнее про свой костюм, потому что это действительно что-то новое. Костюм, увы, два легкого образца, удобный для работы, все полностью подвижно, сгибается, человек чувствует себя в комфорте. А в тепле человек чувствует себя? Так точно. Попробуйте. В отличие от нас с тобой. Да, там тело тепленько, это хорошо. Управляется как приставка, то бишь здесь два джуистика есть. То есть любой геймер может сесть за пульт такого робота? Совершенно верно. А что, если устроить битву вот этого робота с этим? Разные весовые категории. Тот весит 14 тонн, этот весит 6 тонн. Один из них предназначен для непосредственного разминирования сплошного. Другой предназначен для пожаротушения, для разбора завалов. Слушай, круто. А как он разминирование проводит? Разминирует он за счет этих вот бойков, либо пизик, который стоит. Я ее опускаю в землю, когда попадает на мину, либо приводит ее в действие, либо просто ее разрушает. Взрыв мины, мне кажется, оторвет передний кофт. Нет. Нет? Пробовал? Да. Ничего себе. Они не около автостоянки там минируют. У тебя там машина? Да. Была. Почему могут здесь научиться такие офицеры, как вы, у которых уже вот такой огромный опыт? Как говорится, опыта много не бывает. На данном занятии были представлены новые и перспективные образцы средств инженерного вооружения. Была показана методика выполнения задачи по разведке местности. И что самого интересного вы сегодня увидели? Это желание, стремление солдат, сержантов качественно выполнить задачу. Это вот сейчас свежие? Да. Вот это все выпущено. Ой, они теплые еще. Да. Осколки брони еще горячие. Ну вот ровная дырка. Кумулятивным снарядом. Слушай, какая броня, так прилично. Да, сколько? Сколько лет я снимаю армейский магазин и езжу по полигонам. Но я первый раз вижу, чтобы эта машина была в таком состоянии. И для меня это зрелище удивительное, непривычное и поразительное. Интересно же было сегодня в армии. Мне было очень интересно. Вообще инженерные войска очень интересные. Я вот сегодня, допустим, узнал, что есть всякие машины, которые очищают воду или копают, как метростройство вот здесь стоит. Но шеститонным роботом никогда не управлял. Сегодня первый раз. Ну, в общем, здорово, друзья, смотрите. Владимир Квестовский доволен сегодняшним днем, доволен армией. Приходите и вы к нам в армию, тоже научитесь чему-нибудь полезному, потому что учиться никогда не поздно. Согласен. Учись ковать оборону. Три, два, три, четыре. Вот это что ж получается, товарищ майор? Продолжаем. Когда я в школе учился, меня считать учили на счетных палочках. А вот моего внука уже на компьютерах. Так это ж хорошо, товарищ прапочек. А что ж хорошего-то? Его до десяти считать научили, а больше компьютеров нет. Армейский магазин. Утро не будет скучным. Это приспособление, значит, рыбной ловли. С помощью автомата и небольшого подствольного гранатомета можно рыбу глушить, да? Ну, некоторые глушат так, конечно, вот. Но мы предпочитаем мины снимать им. Вот. Вообще, это невероятный размерный комплекс травм. Вот. Он тоже сделан на базе нашего СКБ. Суть заключается в чем? Минное поле впереди. Нужно его как-то пройти правильно. Нужно что-то подбросить. Вот. Ну, некоторые там на жабе там как-то проходят, но это долго. А вот это устройство позволяет кидать инертную гранату. Инертная граната – это баланка. У нее сделаны вот такие вот усики с помощью катушки. Начинаешь подтягивать вот это вот устройство, и оно начинает вот так вот скребыхать по земле. По растяжке, естественно, она цепляет. Вот. Поэтому мины в итоге фиксированы. Вот. На расстоянии 100 метров. Саш, какие все-таки у нас замечательные ребята есть. Это точно. А я вот не помню, то ли в 8-м, то ли в 9-м классе тоже машину времени не забрёт. Да ладно. Что, правда? Точно. Заснул. На уроке в каменном виде, а проснулся в эпоху Возрождения. Вот ты всё шутишь, а в стране, между прочим, проблема. Да ладно, всего одна. Зато какая серьёзная утечка мозгов. Всех молодых изобретателей переманивают за границей. Не паникуют они раньше времени. Похоже, что здесь, в Тульском университете, нашли решение этой проблемы. На сегодняшний день у нас спрос на наших выпускников превышает наше предложение где-то в полтора раза. Тульский государственный университет. Крупнейший государственный вуз Центральной России. Основан в 1930-м году. Особое место в структуре университета занимает Институт высокоточных систем имени Василия Петровича Грязева, который по праву считается кузнецей оружейных кадров. Почему такой успех? У нас вот эта спайка предприятий оборонной и машиностроительной Тульской области и университета осталась, и мы её не разрушаем. Лучшие специалисты приходят и ведут занятия у них. Все курсовые, дипломные мы берём из реального сектора экономики. То есть это насущные проблемы этих предприятий, которые решаются нашими студентами. Электромагнитное оружие – это новый уровень, новые возможности. Допустим, ускорение другое уже, там звука нет, в принципе, он есть. Да, там лязка, может быть, подвижных частей, но для снайперов такая винтовка – милое дело. Правительство Тульской области, губернатор Тульской области начинает проекты, которые на сегодняшний момент дадут возможность заинтересовать людей работать именно в Туле. Будут строиться малобюджетные квартиры, которые можно по ипотеке, даже с той зарплатой, которая сегодня существует у молодых специалистов на предприятиях, можно будет выплатить. Это, конечно же, и различные грандовые возможности, возможности поддержки молодых талантов. Стипендия в нашем университете для даренных студентов, она достигает до 15 тысяч. И вот, например, те ребята, которые хотели бы создать свое предприятие, создать свое, какой-то ноу-хау, патент реализовать какой-то свой, мы им выдаем чек на 100 тысяч рублей. Вот поэтому мы и выиграли конкурс, как университет по подготовке кадров для оборонной промышленности. Вы знаете, военных кафедр осталось всего 30. Вот, у нас была великолепная военная кафедра. Военная кафедра для чего нужна? Вот человек проектирует, делает систему вооружения, он приходит на военную кафедру и видит ее в железе, и занимается эксплуатацией этой техники, и реально понимает недостатки, достоинства. Отсутствие военной кафедры – это просто мы потеряли именно в создании будущего инженера. Я закончил Тульский государственный университет. Мне предложили пойти не просто служить, а еще и участвовать в разработках новых каких-то инновационных созданий для войск воздушно-космической обороны. А в Туле нет научных родов? В Туле пока нет научных родов. Создано в Красногорске на базе Красногорского механического завода имени Зверева. Там требовалась моя специализация как раз. Существует проблема отсутствия кадров. В России такого не было никогда. Но я думаю, что улучшение взаимоотношений между предприятиями и университетами должно поменять эту ситуацию в лучшее направление. Куй обороны страны. Имена выдающихся тульских конструкторов Дегтярева, Макарова, Стечкина, Токарева навсегда вписаны в мировую историю. Я бы добавил сюда еще Грязева и Шипунова. А знаешь ли ты, Таня, фамилию знаменитого тульского оружейника Джона Джонсона? Такая распространенная русская фамилия. На самом деле это фамилия английского механика, который еще в начале 19 века приехал на тульский оружейный завод и в несколько раз повысил здесь производительность труда. Благодаря его новым технологиям расход металла снизился в несколько раз. А местные мужики называли его Иван Ивановичем. Интересная история. Ну а сейчас здесь производят другое оружие. На ваши глаза здесь идет сборка зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Но оказывается, в Туле куют не только защитный панцирь, но и грозную реактивную артиллерию. Реактивная система залпового огня есть почти у всех армий мира. Но самым эффективным по тактико-техническим и экономическим характеристикам считается российский град. Не случайно эту разработку тульского предприятия «Сплав» легально и нелегально скопировали во многих странах мира, в том числе в Турции и Китае. Появляется такой раздел реактивных систем, какой захоточной системы. Ну и вот здесь сразу будет небольшой выигрыв, поскольку, ну, возьмите смесь, 12 ракет на боевой машине. Они управляются с помощью ГЛОНАССа. Там всего экипаж, 2-3 человека. Приятно себя чувствовать частью легенды. Создавать что-то новое – это всегда интересно. И когда что-то получается, действительно хочется продолжать и идти дальше. Молодые специалисты тульского предприятия удивляют своей убежденностью, что получить техническую специальность и пойти работать на завод сейчас намного интереснее и выгоднее, чем быть менеджером в офисе. Это очень интересное, постоянное исследование реальных физических процессов, протекающих на поверхности летательных аппаратов и изделий. С каждым годом на сплав приходит все больше новоиспеченных инженеров сразу после окончания вуза. За последние 4 года их количество увеличилось в 5 раз. Мы конструкторам, технологам, инженерам и талантно-рабочим представляем сходы. 500 тысяч рублей без процентов. Молодые сотрудники еще студентами приходят на сплав, защищают здесь дипломы и пишут диссертации. Часто через короткое время теории воплощаются в готовые изделия. Да, это моя типичная работа. Она в основном заключается в том, чтобы проектировать и создавать какие-то новые детали конструкции для определенного изделия. Молодые у нас возглавили очень интересную гражданскую разработку. Это система влажнения для метрополитена Московская. Работа инженеров на оборонном заводе проходит за закрытыми дверями. Но, возможно, совсем скоро кто-то из этих молодых ребят станет всемирно известным конструктором. Армейский магазин. Программа для будущих воинов. Вы смотрите армейский магазин. Друзья, я управляю панцирем. Оказывается, это совсем не сложно. Красота. Что-что, вы про меня говорили. Товарищ полковник, я тут подумала и решила, что умные и красивые должны держаться вместе. Именно поэтому я приехала к самым умным солдатам в научную роту. У нас создана группа из операторов третьей научной роты, которые занимаются гиперспектральной съемочной аппаратурой. Данная аппаратура позволяет решать широкий круг задач в области дистанционного зонирования земли. Мы получаем изображение подстилающей поверхности, которое не просто содержит видовую информацию. Помимо этого мы получаем ее спектральную характеристику, что позволяет нам точно идентифицировать объект, отличить его от фоноцелевой обстановки. Министр обороны видел результат вживую. Результат данной работы был удостоен медали над ней инноваций. Скажи, трудно было попасть в научную роту? Жесткий ли отбор? Да, конкурс был довольно сложный. Отбирали средним баллом диплома 4,5, 4,8, 5,0. Мы живем в таких жилых помещениях по три человека. Каждый день после завода у нас занятия по физподготовке. Мы бегаем, играем в футбол, подтягиваемся, отжимаемся. Если бы мы занимались здесь просто наукой, это была бы не армия. А так и с автоматами бегали, и по тревоге вставали. Все как в армии. Просто мы немножко еще и ученые. Бюро занимается разработкой приборов наблюдения, разведки и прицеливания для средств поражения ближнего боя, также тренажерных систем. Это у нас двухканальный прибор, который содержит в себе тепловизионный и телевизионный канал. Этот прибор предполагается устанавливать на средства поражения ближнего боя. Это пулеметы, автоматы, снайперская винтовка. Ром, расскажи нам эту историю, как ты попал в научную роту? Для того, чтобы попасть сюда, мне пришлось написать письмо министру обороны. У меня было большое желание проходить военную службу, но были некоторые проблемы с военкоматом. По состоянию здоровья меня не призывали. Он рассмотрел письмо, одобрил мою кандидатуру, и сейчас я здесь. Здесь собрались самые умные и талантливые, а талантливые люди должны быть талантливы во всем. Сейчас мы сами в этом убедимся. Нам нужно придумать сценарий. Предлагаю следующую тему. Это санкции, которые вводятся против России. Нам есть, что на это ответить. Предложить им вернуть нам тех русских изобретателей, либо известных спортсменов, например, Овечкина, Сикорского, Дворыхина и Милу Юлович. И забрать Навального. Наша рота – это пилотный проект. На сегодняшний день создаются порядка 11 род в тематике родов и видов Вооруженных сил Российской Федерации. На сегодняшний день чемпион среди вузов Вооруженных сил Российской Федерации по программированию является девушка. К сожалению, на сегодняшний день не создано ни одной женской научной роты. Но обсуждается момент, что будет создано в рамках одной из научных род женский взвод. То есть и девчонки будут тоже принимать участие в инновационных технологиях. Армейский магазин. Программа для настоящих мужчин. Так вот, куда утекают мозги. В армию. Тихо, Таня. Тихо. Это военная тайна. А если говорить серьезно, то все эти прекрасные мозговитые юноши, о которых мы вам сегодня рассказывали, они и составляют будущее нашей армии. А сильная армия – это гарантия мира. Увидимся на первом, как всегда. Спасибо, Тула. Всем пока. Тула веками оружие ковала, Стала похожа сама на ружье. Слышится звон боевого металла В древних названиях улиц ее. Улица курковая, улица штыковая, И параховая, и патронная. Дульная, стольная, арсенальная, Улица любая, оборонная.